Всем привет! С вами Ольга Чернова. Я снова рассказываю обо всех растениях, что именно нужно сделать весной. Вот дошла до щавеля, пришла обработать щавель. Он требует от нас тех же самых операций, что и все остальное. Вот видите, появились новые листья. Все старые листья обязательно весной нужно обрезать, очистить весь кустик, прорыхлить и удобрить. Удобрения я уже сразу там, где растет щавель, я осенью вот такие кучки удобрения перегноя раскладываю, потому что я уже говорила, что я не сторонница фабричных удобрений. Я вот так потом вокруг куста весь этот перегной раскладываю, прорыхливаю. Все. Щавель это многолетнее растение, которое не требует особых хлопот, никакого ухода, он сильно как у нас не просит. Но удобрять все-таки, если он растет не первый год после зимы, его нужно. Вот для того, чтобы он начал очень активно наращивать свои зеленые листья, которые мы будем потом и в щи использовать, и начинки для пирожков, ему нужно азотосодержащие удобрения. Опять еще раз скажу, что удобрения для всех одинаковые. Если есть перегной, то лучше всего перегной. Если у вас пока нет перегноя, это заводские удобрения, такие как мочевина, селитра, или просто комплексное удобрение. Амофоска, нитрофоска, диамофоска, любое удобрение, где есть азот. Но лучше всего, чтобы азота было больше, большая составляющая. Вот сейчас мы прорыхлили, удобрили, и он очень быстро начнет наращивать свою зеленую массу. Когда появятся первые листья в таком большом количестве, чтобы можно было что-то приготовить, я тех, кто выращивает щавель впервые, молодым вот девушкам, хозяйкам, буду подсказывать рецепты приготовления различных блюд. Щавель, он у нас недооцененная культура, с ним можно делать очень-очень много всяких различных блюд, но мы его обычно игнорируют многие. Я вас научу, как говорится, тот, кто не любит щавель, просто не умеет его готовить. Будем готовить разные пироги сладкие, всякие супы с ним. Все, до свидания. Заходите ко мне на страницу, читайте о уходе, о выращивании, рассады овощей, цветов. В Одноклассниках страница Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. До свидания.